Пяркое солнце и голубое небо – это заслуга тех, кто 75 лет назад принес стране великую победу. Один из них – Исхак Абдулович Ахмеров, разведчик-нелегал, работавшись с 1901 года по 1976 в США. В разгар Великой Отечественной и после Исхак Ахмеров супруга Елены Ивановны и поставлял ценнейшие сведения, лично завербовав агентов из американских спецслужб и госдепартамента. Набрал, конечно, самые редчайшие кадры, и Екатерина Исхаковна мне дала из семейного архива материалы, вот Хелен Лауре, в шляпе, это вообще очень редкие кадры. Церемония открытия, участие в которой принял Рустам Мениханов, прошла с воинскими почестями. Торжественности, в то же время теплоту событию добавило участие курсантов Преображенского полка и близких родных Читы Ахмеровых. Хочу прежде всего поздравить столетием этой Татарской республики. Я не была ни разу, но мои друзья, знакомые, которые были, были поражены чистотой и красотой этой республики. Имя из Хакахмирова рассекретили только через 25 лет после его смерти. Мы даже, может, не знаем, какая величина его вклада в победу в Великой Отечественной войне, но мы знаем, что этот человек всю жизнь служил нашей отчизне, и мы гордимся, что вот великий сын татарского народа сделал так много, и мы всегда будем помнить. Памятник установлен на средства Татарстана. Фоном ему служит вертикальная стела с накладным рельефом из нескольких элементов Бруклинского моста, символ Нью-Йорка и Америки, и двух силуэтов Московского и Казанского Кремлей.